Этим людям выпало немало испытаний, требующих упорства, стойкости и мужества. Международный день инвалидов напоминает о том, что при поддержке окружающих, верив в собственные силы и упорной работе, они могут добиться успеха в любой деятельности. На полуострове проживают более 125 тысяч людей с ограниченными возможностями, которые наравне с другими достойны полноценной жизни. Для этого им необходимо обеспечить особую социальную поддержку. Что касается мер социальной поддержки, то сейчас достаточно много программ реализовывается. Есть у нас меры, которые выражаются в денежном выражении, выплачиваются НСУ, выплачиваются единовременные выплаты, есть скидки на жилищно-коммунальные услуги от 50 до 100%. Все эти системы работают, реализовываются государственные программы, доступные среда. В Крыму активно развивается инклюзивное образование. И очень важно, чтобы по его завершению люди имели возможность полноценно работать. Проблема с организацией специально оборудованных рабочих мест постепенно решается. До 2020 года стоит задача трудоустроить 28% людей с особыми потребностями. На сегодняшний день уже более полутора тысячи таких граждан имеют постоянное место работы. Сегодня активно развивается в программе занятости субсидирование предпринимателей, работодателей, которые готовы взять на работу инвалидов. Что это означает? Мы уже 12 работодателям в этом году впервые предоставили субсидии на оборудование рабочего места для инвалидов. Это совершенно разные рабочие места, начиная от секретаря руководителя, заканчивая различными консультантами. Сегодня в знак уважения для особых людей организовано торжественное мероприятие. Концерт на сцене и теплые слова, на которые не скупились власти республики. Они же вручили благодарности тем, кто по доброй воле помогает людям с ограниченными возможностями. Анна Волина, Петр Куцый, Служба новостей и ТВ.